Всем добра, с вами Клёва, и мы возвращаемся в нашу любимую хайбористскую эру, в очередном бесполезном гайде, где мы пройдем весь путь от сытного обеда для стервятника до свободного человека. Начинаем! Начинается все, как в любой нормальной ММО, создание персонажа. Выбор расы ни на что не влияет, а названия некоторых вызывают бурю эмоций, поэтому данный момент мы пропустим, а перейдем к религиям. Все религии нужны, все религии важны, но к шоме к шома, он на молитву не отвечает и жрецам не помогает, хотя в судьбе Тонана он не раз играл важную роль. Остальные религии в Эдритонных Зайлс объединяет одно. Делаешь ритуальный инструмент, как например Анху Митры, убиваешь фражину, и пока тельце тепленькое, выбиваешь из него дух. Ведь для Митры важна душа. Сета в свою очередь интересуют сердца, и как по мне это лучший выбор религии. Жертвуя сету сердца неверных, мы получаем антидоты, что весьма полезно, как на ранних, так и на поздних этапах. Еще к плюсам можно отнести маску жреца, которая защищает нашего персонажа от ядовитого газа. У других богов тоже есть свои плюсы, но они крайне бесполезны. Далее настраивайте персонажа на свой вкус. Но если в течение еды вам надоест ваша внешность, то ничего страшного. До изобретения классической хирургии люди использовали сферу Мердала. Любая внешность, островная цена и никаких швов. Но это я сильно забираю вперед. Создали персонажа, посмеялись от списка джихов. Это всегда рандом. И смотрим на сцену. Она важна. В ней мы узнаем, что браслет на руке не просто украшение. Это поводок, который не позволяет нам покинуть земли знанников. Попытка снять его приведет к смерти. Но в этих землях у истинной смерти нет власти. Земли знанников не отпускают своих рабов. К счастью, во всем остальном браслет нас не ограничивает. Ходи, ешь, пей, убивай. Это просто рай. Но вернемся до еду. Первое, что надо сделать, это свалить из пустыни. По пути собираем все, что плохо лежит. Меха с водой, растительные валорна, веские камни. Семена не выбрасывайте, пригодятся. Делаем одежду и инструменты. С ними все просто. Топор рубит деревья. Кирка добывать камни и руду. Бонусом с деревьев снимается кора. Ножом сдираем шкуры. Колуном добываем мясо. Сражаться этими орудиями категорически не советую. Толку от них будет мало. Делайте оружие. Лучше опробовать все виды, чтобы определиться со стилем заранее. Тем более, их не так много. Одна ручка и щит. Двуручный меч. Двуручная дробящая. Два кинжала. Тычковые кинжалы. Я их называю кастеты. Копья и дальний бой. Дальний бой делится на стрельбу из лука и метание копий и топорков. Боевая система построена на комбинации трех кнопок. Левая кнопка мыши отвечает за быстрый удар. Правая за тяжелый. Левый контрол зависит от оружия. Когда у вас в руках щит, это блок. Двуручный меч. Мощный вертикальный удар. Дробящее оружие обделили особым навыком. Поэтому там просто пинок. У копий такая же беда. Необычно поступили с чинжалами. Вместо какой-нибудь особо жестокой атаки, просто красивый уход назад. Хотя это движение довольно полезно. Особенно при перегрузе или застревании персонажа. У кастетов все получше. Они получили красивый удар со с ворота. О метательных топорах и копиях я рассказывать не буду. Они унывы. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Может найдутся фанаты данного вида оружия и объяснят. Как же я не прав. С луками же все гораздо интереснее. До появления зеленой стрелы и соколиного глаза еще несколько тысячелетий. А вот стрелы с сюрпризами уже умеют делать. Ядовитые, взрывные, осветительные, промасленные, целебные. На все случаи жизни. Сама же стрельба довольно проста. Берешь лук, выбираешь стрелы, накидываешь их на иконку лука и стреляешь. Режимы стрельбы 2. Быстрая стрельба на левую кнопку мыши и автономная. Зажимаете правую кнопку мыши, ожидаете сигнала о готовности и стреляете. Если стрелять по ногам, то враги будут замедляться. Это довольно удобно. Так как лучших обычно здоровья не так много, как хотелось бы. Кстати говоря, в игре есть у вороты. Стаймины жут много. Будьте аккуратны. Остаться бесил в бою, это равносильно смерти. Подлечиться можно двумя способами. Во время боя можно выпить настойку из алоэ. После боя можно подлечиться бинтами. Берегите свое здоровье. На этом закончим знакомство с боевой системой и вернемся к саму Эджи. Подтянув пустыню, вы встретите первых врагов. Это скорее всего мишени для отработки науков ближнего боя. Первая наша цель. Выживание. Делаем лежак. Если помрем, возродимся возле него. Это удобно. Носите с собой и перед боем оставляйте в безопасном месте. После смерти все ваши вещи останутся на месте гибели. Хотя это зависит от настроек сервера. Поэтому вам нужен ящик. Складывайте у него все самое ценное перед боем. Не забывайте про костер. Сырое мясо есть вредно. Хорошо бы еще сделать дополнительные меха для воды. Вода лишней не бывает. И вроде бы все хорошо, но в один момент вы поймете, что ваше каменное оружие уже не наносит ощутимого урона. В то время враги убивают вас невероятно легко. Это знак. Пора переходить из каменного века в эпоху железа. Простой штатель приключений без крыши над головой. На это не способен. Надо строить дом. Выбирайте место с умом. Рядом должна быть вода, еда, ресурсы и желательно людское поселение, в котором вы сможете нанимать себе новых работников и солдат. Онлайн биржу труда пока еще не создали. И стать придется самостоятельно. Нашел подходящего кандидата. Пригласил на собеседование. Одно проходит в довольно обыденной обстановке. После чего вы получаете преданного работника. Некоторые работники, кстати, устаряют собеседование. Не забудьте их поискать. Хотя в первую очередь лучше искать бойцов. Во-первых, бойцы нужны всегда. Их, кстати, можно прекращивать. А еще нужно кормить. Мясо для них через чур. Помните, я советовал не выбрасывать семена? Вот. Из семян и волокон делается чудесная каша. Этой кашей и будем кормить наших бойцов пока что. А во-вторых, их оружие может оказаться на порядок лучше вашего. Да и здоровье у таких бойцов поболее, чем у нас. Кстати, про оружие. Лучшее можно получить, убивая особых монстров. Вы их узнаете по трем черепкам под полоской здоровья. Убив такого и разделав тушку, мы получим ключ от всех дверей. На самом деле название не каретное. Это ключ от сундука, который находится неподалеку от босса. Содержимое сундука, рандомное легендарное оружие или щит. Не забывайте читать описание. Там довольно часто есть цитаты из саги о колонне. Что лишний раз вынудило меня начать перечитывать книги. Все-таки они шторны. Опять я от темы ушел. Отдалить этих боссов, правда, довольно сложно. Для первого захода я бы посоветовал убить пауков в шелтом лесу. Они довольно простые. Их двое. Стоят неподалеку друг от друга. Но заражить обыкновременно крайне трудно. Некоторых боссов можно убить ядовитыми стрелами. Их, правда, потребуется очень много. Так что решайте сами. Стоит оно того или лучше поубивать паучков. Чтобы не падать от одного удара, нам потребуется броня. Она, как обычно, разделена на три класса. Легкая, средняя и тяжелая. Объяснять разницу, думаю, не стоит. Броня также разделена по сетам. В форме внешнего вида они отличаются от же бонусами. Например, первоначальные сеты из Данита дают бонусы грузоподвивности. Само то для фарма ресурсов. Сеты Стидица, Шемита и Гертонница дают бонус дальнобойным атакам. И тут я обоих хотел взмутиться. В очередной раз. Все знакомые с Адритона не знают, что лучшие ручники Хайбариста Эры это жители Басонии. От Вилонской провинции. Где их сет? Остальные сеты показывать не буду. Это долго и бесполезно. В конечном итоге у вас будет большой красивый дом. Производственный цех, в котором верные служащие будут прокладывать для вас дорогу в светлое будущее. Отряд верных бойцов, готовых пожертвовать ради нас своими жизнями. Но все равно, будет какой-то неприятный осадок на душе. Точно. Тот самый браслет, что не дает нам потянуть эти проклятые земли. Как его снять? На самом деле довольно просто. Нужно убить несколько боссов и забрать их вещи. Начать я бы советовал с королевую ведьму. Она самая легкая и дойти до нее довольно просто. Никаких коридоров или противников. Все, что нужно, это отправиться на восток. На карте это место хорошо выделяется. Перед боем с самим боссом придется одолеть пару статуй. Но они довольно-таки слабенькие. Как и сам босс. А если вы играете в компании друзей, то любой босс падет быстро. Помимо квестового предмета, вы также получите рецепт лемурийской брони и оружия. И так почти на каждом боссе. И подалеку от нее есть дурак пиратов. Зайдите к ним в гости и убейте их короля. Отсюда следует сходить в королевство пауков. Пути туда два. А я выбираю этот. Убиваем, снимаем штуру и идем убить крокодила. Он находится в этой пещере. А пути придется убить кучу крокодилов. К зомби дракону есть два пути. Через арену и через яму. Второй вариант лучше, но опаснее. Лучше он по той причине, что можно расстрелять эту падлу с безопасного расстояния. Стрел, кстати, надо будет побольше. Босс очень жирный в плане здоровья. Отсюда следует отправиться в храм в юно-восточной пустыне. Дорога опасна. На нашем пути встанут скорпионы, витамины и пантеры. Бить их не обязательно. Лучше попробовать пробежать. В самом храме опасностей нет. Только полезные NPC, способные объединить три квестных предмета в один. А мы продолжаем наш путь. В следующем будет король плети. Нет, не этот. Этот больше похож на Далакина. На самом деле босс то еще мясо. Ну, кроме его, ао и атаки. А вот дойти до него, пожалуй, трудновато. Мало того, что его дворец это лабиринт, так еще и стилетор целой армии. Следом пойдем к королевому даре. Просто так сюда не попасть. Прихватите с собой кровь демона. Сам босс ищет его мясо. Путь до последнего это просто ад. На пути нас будет ждать смертельный мороз и невыносимая жара. От первого нас спасет чепчал-чеголь. От жары холодное пиво. Только не перепутайте. В общем, пройдя эти шесть кругов ада, мы отправляемся в колодец Келоса и попадаем в город змеи-людей, где убиваем последнего врага. И что же дальше? Любуемся в последний раз всем тем, что успели сотворить. И отправляемся вот в это местечко на карте. Здесь объединяем все квест-предметы и снимаем браслет. Последнее, что мы видим, это то, как наш герой уходит. Что его ждет дальше? Использует ли он свои навыки, полученные в землях знаменитов, и станет одним из великих королей Хабейлистей эры? Или же позорно умрет в пьяной драке? Мы этого уже не узнаем. Всем пока. Пусть все у вас будет клево. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...